привитос амигос защиту оля динова на компьютерные игры устанавливают обычно только на дорогие и впервые я вижу защиту эту на игре который стоит 400 рублей но посмотрев на скриншоты плену этой игры даже титульного из титульного экрана не то чтобы речь толкнул короче говоря посмотрел я увидев скриншоты игры и сразу подумал об одном ух они от разработчика или она лимбы лимба той самой готичной игру лики про мальчика который преодолевает всякие ловушки и загадки и движется я так и не понял к финалу игры где он встретил девочку да это от разработчика лимба это сразу же автоматом причисляется к жанру очень ну смысле не к жанру к разделу крайне годных игр поэтому поэтому динова динова в игре за 400 рублей ладно хрен с ним с теми 400 рублями давайте погружаться в эту атмосферу как бы не звучало но как бы по black silver ски не звучало но разработчик реально красавельчика я думаю что это очередной шедевр в очередной раз покажут что шедевр можно сделать и без огромного бюджета без топовые графики без там без сотен людей разработчиков не знаю как обычно ночь как обычно здесь темные декорации как обычно лес и мальчик только здесь наконец-то появляются какие-то люди которые на заднем пони начинает что что-то делать о а их внимание нельзя привлекать ничего себе в лимбе такого не было или они не ко мне идут что эти два орла ночью в лесу делают и что это за космическая хренатень а я понял то уличный туалет а по трубе какашки улетают правда странно что он в лесу находится это также наивно как платный туалет на входе в парке с кустами с какими-нибудь таким большими я такое видел самое неприбыльное по моему заведение в мире так мне надо как-то заметить что обучение в игре нет приходится наугаджать кнопки на геймпаде ну кто в лимб это играл тот разберется тут примерно помнит сути смысл всех загадок меня в общем-то поначалу в лимбе тоже я буду называть ее лимба и склонять ее до в лимбе не потому что это правильно правильно или я русский язык не знаю просто не так нравится так вот у меня там тоже в ступор ввел первый же паук же паук первый же паук который которого сука надо было капканом завалить это было жесть да 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 все как в лимбе когда я говорю слово лимба я вспоминаю сразу ту идиотскую песню из этих кто ее там пел то с 90-х это кстати не просто ящик по моему это сейф да игра называется inside если кто-то не прочитать название этого видео просто здесь реально нету титульного экрана никаких настроек как я понимаю нет есть зачем то есть русский язык даже вау потрясающая вариативность управления схватите прыжок и с помощью этих трех кнопок надо пройти игру опа опа собаку собаку спустили такое ощущение что мы играем каким-то еврейским мальчиком который совершает побег из нацистского концлагеря но он какой-то худенький бледненький возможно кто знает что в очередной раз имел ввиду разработчик любит видимо разраб ночные леса потому что не но лимба только начиналась в ночном лесу потом был и завод и город и вывеска это под напряжением так у сейчас мне кажется нас перехватит нет опять эти люди в масках я последний раз таких в мэнханте видел не знаю почему метнулся под эту скалу мне показалось что машина меня так или иначе догонит и надо его укрытие найти здесь даже спринтануть нельзя нет ускорения он просто еле бежит так чем-то подождать пока эти говноеды уедут вот бля вот пацан разогнался автоматом а ёб твою мать я не видел я не видел я не видела не бесит меня педофил блять на помощь полиция сука блять темно реально и там когда серое дерево чего а он дачу не споткнулся зрячий до хера это что ни сюда ни на о ёбаный в рот да ладно они убили кейни сволочи вот так и вот загадоньки стиле лимбаса доходишь до каком-нибудь моменты начинаешь думать отчет тут от тебя хотели дождись чё там в управлении вторая кнопка делает прыжок схватить он внутрь не запрыгивает вот такое ощущение что надо куда-то может в этом доме закрыться спрятаться но они что-то не запрыгивать ни хрена уж надо как-то первого подставить что второй убил этого а он мимо проезжает ну у разработчика свой взгляд на подобные ситуации тут не поспоришь ах ты блять такая ну что ж тут происходит действительно какой-то геноцид раз уж убивают даже детей значит что ты не получишь мою булочку вау в этой части будут подводные локации по ходу пьесы да ой бля и а нырнуть то кнопки не было рух красиво смотрится здесь эта вода со светом ну по меркам местные графики зрелище прям за заоблачно свиней убили они убили даже свиней ну мы знаем кто на нашей планете обычно стреляет и не любит свиней может эта игра про сирию хотя с чего бы там откуда бы там поля с кукурузой не но это альтернативная реальность как обычно что-то что на что-то о блин но что-то разработчику и судя по всему навеяло потому что ну что-то мотивы какие-то опять печальные люди в масках стреляют хочу растение такие высокие по у не знайка на луне таких огромных не видел хочу за тараканы а это птенцы цыплята желтые они он чирикают наверно не думаю что я их мамочка он еще один самый смелый дальше всех ушел может учет на для них сделать уют ничего что-то до хер о боже они он вообще рогатый скот поубивать но что это свиньи снова снова свиньи или корова трудно понять но цыплят что-то совсем до хрена наверно мы пришли в курятник ну извините я ничего вам не могу дать надо им дверь открыть может холодно ничего не знаю про цыплята как за ними знаю что надо зерен сыпать а вот да да смотрите мой клан клан цыплят это что такое но они жрать хотят может их покормить надо во так и что блять и их они изменят. Уже надоело слушать. Так, мне нужен вот этот. Мне нужен вот этот вот брикет. Так, это работает. А я, кажется, понял, что надо сделать. Надо, чтобы цыплят засосало в трубу и цыплятами сбить этот. Господи, разработчик, ты что, с ума сошел? Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. А, они от этого не умирают? Ну, во всяком случае, не все. Вот один лежит. Нет, он встал, он ужил. Нет, он лежит, он сдох. Ладно, цыплята. Каждый сам за себя в этом жестоком мире. Видимо, эта игра не про доброту, и цыплят кормить не надо, надо их использовать. Хорошо, что их жрать не заставили. Эти маленькие желтые наггетсы. Так, а тут прыжок веры в кучу трупов, да? Судя по всему, как я понимаю. А кто сказал, что это мягко? Ага. Я не помню точно, сколько времени прошло с выхода лимбы. Но, по-моему, она 12-го года, да, кажется, или 11-го. Господи. Что же такое-то? По колено в говнище. Так, ну, по сетке рабица он должен перелезть. Да. Он лазит по ней, как Маугли. То самое чувство, когда люди забросили приложение Веселая ферма. Что это у нее болтается? Хвостик еще шевелится. Это что? Это змея? Или глисты какие-то вон. О, блядь! А она инфицирована, что ли, чем-то? Оу. Тише, Хрюша, посмотри там, кто сидит. Так, мне надо наверх как-то. Нет? Наконец-то. И что это я из нее вырвал? Глиста какого-то. Надругательства над пятачком продолжаются. Там вон какие-то люди скрюченные. Что они там делают? О, боже. А-а-а! Я управляю ими. Это продолжение Лимба, как будто. Там такая тема в Лимба была. Помните, там тоже был глист, который... Управлял. О! Это не так просто. Надо сломать. Работяк завалит. А, и все. Как странно. Шлем для управления рабочими. Может, свинью с собой взять? Силушки-то хватит. Хватило. Может, это тот же самый пацан, который из Лимба выбрался? Че-то из них не такие скрюченные. А, это тот самый грузовик, который, видимо, из леса уезжал. Людей вез. Вон они. Их привезли на какую-то... То ли фабрику, то ли корабль, ковчег. Концлагерь, может. Не знаю, что это даже. Так, вот очередная загадка. Смотрите, цепь уезжает. Мне надо прыгать с этой платформы на эту цепь, но... Или что? Нет. Тогда это дурацкая загадка. Я думал, что надо на цепь прыгнуть с этой хреновины, с телеги. А надо ее просто придвинуть, цепочка опустится. Дернешь за веревочку, дверка откроется. А, это что? Опять цыплята. Черные теперь. А, это, бля, воробьи. Ну, это какая-то стройка. Может, людей сюда на работу пригнали. Они захватили дешевую рапсилу. Да, конечно, такая игра могла бы и на смартфоне, по-моему, нормально существовать, по большому счету. ПК для нее как бы не нужен. А, как ее? Развернуть-то можно. Я так понимаю, что у меня надо как-то до нее допрыгнуть. Ну и при этом ее нельзя развернуть. А, еб твою мать. Ну, конечно, ее уже... А, вот оно что. Она там между двух. Что-то, а как ее так опустили? Тут надо подумать заранее еще, как с нее прыгать дальше, а не только как до нее достать. Ну, бля, ну, чувак. Сейф. А, там дыра какая-то, которая... А, как этот сейф стоит на этой дощечке и не ломает ее нахрен? Ах ты, блядь! Вот как он, блядь, стоит его, как он ее не ломает, придурок. Сука, я так, блядь, вот жопой будь почувал, западло какое-то. Ну, падай же. Да ну, нахуй. Аркадный центр сяже себя, блядь. Ну, что, у меня теперь в дырку, что ли? Пацан-то паркурит. Да, видишь непонятную дыру в полу, без лестницы, обязательно прыгай. О, молоточек. Ух ты. Открытое достижение через левое плечо. Причем тут левое плечо? Так, вон там кто-то сидит. О. Блядь, я их в одну сторону нельзя направить, да? Тогда, наверное... А что они должны сделать вообще? Там не видно, что за этой дверью. Видимо, там нихрена. Так, давай один дойдет до тупика. И что, блядь, развернется от этого? Нет. Что? Блядь, там кнопки на полу, что ли? Знаете, на что меньше всего это было похоже? На кнопки. Сука, на полу. Который дверь открывает. Никогда таких почему-то не видел. Ну, я и по желту всего ничего. Кто знает, может где-то они есть, ждут меня. Ну, вот это уже знакомая картина. В Лимбо вот, примерно, такой уровень был, где надо было по вывеске лазить. Так, ага. Вон внизу, видите, опять ведут через двор на завод на этот пленных. А тут надо вовремя, наверное. Да, надо в досточную трубу прыгнуть. Может, в этой игре мальчик всех спасет, и это будет, наконец-то, какой-то явный финал. В смысле, очевидный. Не загадочная концовка, где он там что-то просто находит, и что дальше? И что? А, нормально. Да ладно, ну не допрыгнет же. Ладно, смог. Теперь уже две цепочки контуженных людей. Появился звук шагов. Слышно, как они шагают. Он отрывает дощечки по одной. Крутизна какая. Стоп, а тут что? Темно. И чего? А, я понял. Лестницу, наверное, надо сдвинуть. Вроде простенько, а ты пойди догадайся. Ох ты, ёпта. А вон человека замочило. Блядь, а зачем я включил охранных роботов, если мне здесь надо бежать куда-то? А, судя по трупам людей и колючки, эти роботы занимаются здесь охраной. Это не интерактивный фонарик. Ай! И чё? Возможно, надо сначала открыть дверь, а потом включать роботов. Это версия. Ну, потому что не успеть дверь открыть. Бинго! Так оно и есть. Вот пока ты не пройдешь, не сдохнешь, заранее тут невозможно. Такие места просчитать, но можно было, наверное, повернуться, как бы, и убежать сюда, выключить их. Это да. Кстати, когда электричество включаешь, видно, как человек, к которому подключен кабель, дернулся. Они и сейчас, по-моему, нет-нет, подергиваются. А чё ж, если они живы, чё ж их не забирают отсюда? И что эти люди здесь делали? Пробовали сбежать? Почему только трое? Блин, как сломается сейчас, нахрен. Ай, не-не-не-не-не-не-не, там дверь была, дверь, чувак. О, блядь. Ой. Я какую-то тетю, по-моему, снял с пробега. Всё-всё, я иду-иду. О, прикинулся. Блин, актёр из него дерьмовый. Чё ж ты шагаешь-то, как красноармеец на марш... Ай, блядь, ну что за хуйня? А то, что тёлка лежит здесь, пофигу. Ну, мы пойдём. Ну, я слегка контуженный, что вы хотите? Мою страну захватить, моих свиней расстрелять? Я понял, это война миров с Томом Крузом. Нас треноги захватили. О, боже. Нас захватила Северная Корея. Посмотрите, вон корейцы стоят же. А, на них маски. Прыгать надо ещё? Зачем? Что за идиотство? Мне кажется, это Северная Корея. Я даже заранее уже тайминги просчитал. Ай. Бля, вот это классно. В Лимбо такого не было. Это, блядь, кастинг, походу, в подтанцовку Майкла, сука, Джексона. Чё она замигала? Да я отсталый. Что теперь? Блядь, чё она на меня-то светит? Да ёб твою мать. Я волнуюсь, когда она меня смотрит. Он, этот чувак тоже руками дёрнул, он, наверное, тоже. Вот так должна двигаться очередь к терапевту. Чё-то звук какой-то там кто рычит. А, собака меня унюхала. Пошли нахуй, я домой, дебилы. У-ху. Соси. О, блядь. Ещё какие-то гуманоиды. Сука, они собаку, блядь, спустили. Да, блядь. Ох, нихуя, она мне башку отгрызла. А чё мне с ней делать? Ну, хорош уже, хорош, всё, я понял. Я понял, меня съели. Чё надо делать-то? Нихуя. Не спрятался. И эти придурки мне нихуя не помогают. Блядь. А тут нет быстрого прыжка-то. Спринта нет, прыжка нет, ничего нет. Может, надо её здесь подождать? А-а-а. Шаболда, соси. Сосибол, тварь. Я думал, что надо, сука, эту херню сбросить на башку собаки. Там же рабочие какие-то были, может, у нас было помочь. Ну, давай. Ага. Это опять кнопка. Плеха-муха. Ах ты, ёб твою мать, хитрое говно. Да-да-да, надо слезть так, чтобы потом залезть можно было. Ай-яй-яй. 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 Херак. Ну, это кажется, возможно, со стороны, что эти загадочки пока что простенькие, но под конец Лимбо там целый уровень вращался, всё, что-то падало, пилило. Там главный герой умирал чаще, чем в Дарк Соулс. А, с чего мы дальше едем? Оу. Так. И чего? Ага. Кнопка-то вон, она наверху. А, рабочий прыгать может. Отличный, ничего. Вставай. Так, я понял. Пацан, видимо, по проводу сможет сюда залезть. А, может, и не сможет. Что тогда надо сделать? Я близок к разгадке, но, сука. Ты можешь вверх просто залезть по проводу? А, блядь. Вон она, смотрите, там висит в углу. Херовинка. Ещё один бич вылез. Ха-ха-ха. Вот оно чё. Ха. Да. Хитрющая хренатень. Разрабы дело знают. Это что-то внизу такое. Не знаю, но, видимо, мы сейчас её откроем. Понятно, что ничего не понятно. Видимо, пацан должен туда упасть. А это было близко. Ну, и... Монстров-то подводных нету. О! Плотик. Ну, чувак. Ну, что ты делаешь? В игре нет ни текста, ни слов, ничего. Не удивительно, что она переведена на русский. В отличие от техномансера за 2,5 тысячи рублей. Это за кнопка, сливающая всю воду? А это кнопка, набирающая воду, да? Ух ты, бля. А мне надо пройти, я так понимаю, да? А, ну, понятно. Пока вода сливается, надо туда подплыть. Ха-ха. Ух, темень. И что это такое? Что делать с этой хренью? Туда, в воду, что ли? А там куда-то разве надо запрыгнуть? Ну, все-таки, мне кажется, что она немножко попроще, чем лимба. А, вон туда, конечно. Я сюда и так могу, в принципе. Или ему что-то мешало? Нахера это все? Зачем? Я, блядь, понять не могу, зачем. Зачем? Ну, что? Блядь, что с ним делать-то надо? Вот туда надо влево, но... Нет, он не хочет, он сюда ничего. Тащить. Так, а если я сверху спрыгну, что это нам даст? Да ничего это нам не даст. Я могу как бы забраться наверх сюда и без ящика без этого, может, наверное. Вот этой цепочке, например. А люк зачем-то наверху. Не знаю, не знаю. Вот этот люк тут что, как-то... Зачем-то нужен доступ к этой кнопке второй раз, зачем? Может, чтобы запутать? Коварный разработчик, все такое. Да, наверное, так оно и есть. Блин. Угу. Ух ты, поезда. О-о-о! Вон, смотрите, сколько там людей идет. А, их везут. Ну и здесь прожектор. Окей. Причем видно, что можно стоять под трубой. Но надо было ровно успеть добежать под трубу. Ну, я думаю, в принципе, для первого раза хватит. Тут все равно игра не поделена на какие-то очевидные уровни. Тянет, давайте. Сука, эпизод с трубой я пройду. Тень-то смещается еще, видите? Изи. Каточка. О-о-о. Нет! Бля! Тут несколько заходов надо пускать в клетку. Сейчас тиком елозить. Да-да-да, я понял, понял. О! Ах, вот что за свет светил в окно. Ну, то светил, то не светил. Там какие-то крестьяне. Поезд с людьми кончился. Я думал, он бесконечный. Чувак, завязывай. Че, три раза надо это делать? Кошмар. Черт, какая жесть. Достаточно двух раз. Я вот суть понял, уже справлюсь. Нет. Ну, давай. А вот сейчас с двух раз. Ну, я просто крутил хреново. Ну, блядь. Отсука, хитрожопая. Хорошо, хоть эти трубы тут есть. А, и вон там люк. Окей. Блядь. Не до хера тут свет это. Оу, е. Ну, что ж, я думаю, вот теперь, теперь, пожалуй, что хватит. В общем, короче говоря, что-нибудь жмите, пишите, как вам эта игра. Но вообще в нее лучше, наверное, все-таки играть самому, чем смотреть. То есть, разгадывать эти загадочки и все такое. В общем, адьо.